Начнется война. Я не удивлюсь, если голубые береты будут стоять у меня в белом доме. Объясни меня, как это было здесь, в аэропорте. Бабушка, дедушка, не ругайтесь, я тут. Вы видите, здесь в основном такие повреждения от артподготовки, от градов и так далее. Ну как, был бой, да? Как обычно. Я не знаю, как это объяснить. Стреляли! 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 С моей группой лично, почему он погиб? Да... У меня сосед по дому, раненый. Я живу в соседнем доме, мой сосед. Трехсотый. Чувак, два, три... Трехсотый. Трехсотый. Так, давайте кто-нибудь... Трехсотый. Ну вообще, в нашей ситуации здесь. Я с пулеметом не пойду. Я считаю, что это такой серьезный прорыв. Успех, успех армии. Новороссия. Все будет хорошо дальше. Я считаю, что вам уже есть победы. А? Нет. Я считаю, что вам уже есть победы. Нет, 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 нет. Еще очень много предстоит сделать. Победа вот в этих людях. Вот в этих людях победа будет. И вам будет победа. И вам будет победа. Приятного аппетита. Мы вернемся к победе. И вот всем этом прикрываю вас я. Мы победим. Ребята, мы с Россией. Все здесь с Россией. Практически. Но вы добровольны? Да, да, да. Добровольны. А вы не за деньги. Мы сами все купили, приехали сюда. И помогали. Ну кроме пулемета, конечно. За свои деньги. За свои деньги. К сожалению, они не продаются. Я бросил высокоплачную работу. Приехал сюда. А чем занимался? Ну я руководитель предприятий. Агранист. Так что... А как мотивация, что здесь приехать, чтобы воевать? А как можно на это смотреть? Я беларусь по национальности. Это просто людей. Когда мы зашли, очень много людей мира погибло. Мы давали присягу защищать русский народ. Мы присягу выполняем за конца. Неважно, где этот русский народ. А тебя убивали моих, по сути, русских. Здесь. В Австралии. Давайте они еще. В среде БТР. Вы знаете, ребята, если нападаете на русский народ, у меня есть 500, сука, аргументов против этого. Так что простому гражданину этого не понять. Это состояние души. Почему? Да. Это же русские. Я их защищаю. А как настроены сегодня? На Москве. На Москве. Как всегда. Победу. Только на победу. Сейчас едем на перекресток Луганска и аэропорта. Для того, чтобы не было здесь параллесов. А уже и случаи есть, да? Конечно. Ну есть случаи. Ну разные ситуации. Люди разные, видимо. Двое. Один характер, кто-то другой. Поэтому здесь это все как-то обострено. Понимаете? А украинские солдаты? Как они идут? Как они относят украинские? Они бегут. Я вам честно скажу, да. Два дня назад приезжал украинский парень. Украинский десантник. Да, я сам. Сейчас я вам покажу. А, наверное, не покажу. Я покажу. Я покажу. Они подарили нам шевроны. Да. То есть они сами воевать не хотят, реально. Они заставляют. Их заставляют. Вот. Солдат украинский парень. Попросили. Просто попросили у солдата. Так как мы сами десантники в прошлом. Ну, хотя бывших десантников не бывает, да? Не бывает. Попросили просто подарить шеврон. И он с удовольствием подарил нам. А военные служащие в Украину давят. Давят, потому что это Кабад. Воевать некому. Приемники это аннуки. А когда твоей семье угрожают, ты обязательно поймешь. Я вообще не понимаю, как десантник может воевать с десантниками. Геноцид славянского народа. Это неправильно. Все, поехали. Зомбируют их. Давай, давай. Бежите, а что за каналы? НТВ. НТВ привет. НТВ привет. Россия привет. Дай скажу ее. Подожди, братан. Жене хочу передать огромный привет. Вот это. Пусть они субсилия засвечают. Мама, привет тебе большой. Светланка, солнышко. Привет, я живой. Мам, прости то, что обманул. Сестренка тоже. Все хорошо. Бабушка, ты понимаешь теперь то, что я не учусь. Прости. Сними сюда. Отличай. Стой. Я за тебя переживал. Спасибо. Маме и папе привет. А вы смайлик сняли? На броню все я говорю. Смайлик, послали. В России всем привет. Мама, папа, люблю. Ручку тоже сильно люблю. Скоро буду. Астрову Экву. Смайлик сняли? Астрову Экву. Смайлик. Смайлик, Сеньоров. Продолжение следует...